В Сенате сегодня обсуждали возможности системы дистанционного зондирования Земли. С помощью спутников наблюдают за состоянием столичных мостов, а силовики находят посадки конопли. Тему продолжат мои коллеги. Первым делом сенаторам представили краеугольниками Национального космического центра. Сборочно-испытательный комплекс. Это целый завод по созданию спутников, аналогов которому нет в Центральной Азии. Пока что он дорабатывается, в эксплуатации его сдадут в конце следующего года. Новый комплекс, по словам главы аэрокосмического ведомства, поможет решить многие насущные проблемы. У нас в плане заложен уже радарный спутник, который мы можем определять вплоть до трещин в Земле. Особенно это интересует сейсмика, особенно город Алматы. Например, для нашей экономики, для народного хозяйства с космоса можно будет снимать перемещение, смещение зданий или трещины под ним. То есть таким образом, например, уже будет правильное решение приниматься, какие здания нужно укреплять, какие нельзя, где нельзя строить, где можно строить. Не за горами выход на мировой рынок производителей спутников. Ведомство уже получает заявки от зарубежных стран на создание космических аппаратов. Проектированием, сборкой и проведением испытаний будут заниматься отечественные специалисты. На внешнем рынке имеется большой интерес у других государств по проектированию и сборке спутников для их нужд. В настоящее время у нас имеется потенциал полностью от начала проектирования, создания и проведения испытаний. Поэтому мы можем принимать заказы как на проектирование, так и на создание испытаний. Впечатлил Сенаторов и завод по сборке и обслуживанию вертолетов. Это единственное предприятие такого рода в СНГ. Сюда за технической помощью прилетают не только отечественные, но и воздушные судна России, Монголии и Туркменистана. Нас всех приятно удивило то, что мы увидели. Это космическая индустрия, которая никогда в Казахстане не существовала. Она сегодня есть. И это технология хай-тек, мы говорим. Это технология современности и технология будущего, в которой потребность с каждым годом растет. В завершении депутаты отметили, что благодаря таким темпам развития недалек тот день, когда Казахстан станет космической державой. Ернур Душанов, Ержан Рахмамердиев. Итоги дня.